Памятник собаке как символ преданности и мужества. Его открыли в Благовещенске, который два года назад оказался в зоне сильнейшего наводнения. Дружок, так зовут пса, тогда охранял хозяйский дом, который уходил под воду вместе с ним. Сегодня дворняга почетный гость церемонии. Репортаж Муниса Усмановой. К такому вниманию он не привык и даже косточку из чужих рук не берет. Ведь именно за необычайную преданность этой обычной дворняги на набережной Благовещенска установили памятник. Дружок стал символом стойкости во время наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Именно эта фотография тронула сердца тысяч людей. По шею в воде у родного крыльца пёс сидит и охраняет жилище. Поплыли дома, слышим голос нашего дружка. Удивились, кругом вода. Смотрим, наш дружок там на крыльце сидит, охранник. Фотки скинули, пошло и пошло, и комментарии пошли. Люди отзывы всякие были, отзывались. Хозяева дружка, семья Андреева, эвакуировались. А собаку пришлось оставить у соседей. Но когда на следующий день они вернулись за псом, оказалось, что он убежал домой. За счет вот этой фотографии, которая облетела весь мир, люди помогали мне материально. Чем могли? Кто-то 500 рублей, кто-то 2000 рублей. Я по их просьбе, скажем так, написала номер карточки. Люди откликались. Неожиданный удар стихии, мощное наводнение Амурская область приняла на себя первой. Люди в спешке оставляли свои дома, не успевая забрать даже самое необходимое. Возвращались, как и Андреевы, в разрушенные поселки. Вода не пощадила ничего. Дома ремонтировать было невозможно. Огороды затопило, а домашний скот погиб. На эту беду откликнулась вся страна. Благотворительные СМС со словом «Вместе» приходили со всех уголков России. 829 миллионов 473 тысячи 906 рублей удалось собрать всем миром в рамках благотворительного марафона Первого канала. На все перечисленные телезрителями деньги построили дома для пострадавших сразу в трех регионах Дальнего Востока. Историей дружка проникся и Петр Шепин, коммерческий директор Первого канала. Именно он следил за тем, чтобы собранные зрителями деньги на строительство жилья для пострадавших были потрачены по назначению. В одной из командировок он познакомился с семьей Андреевых и их преданным питомцем. Тогда и предложил поставить памятник четвероногому герою. Люди идею поддержали, а Первый канал финансировал часть проекта. Найти скульптора, выбрать эскиз и место помогли благовещенские журналисты. Это памятник людям, которые живут на этой же земле, никуда не уезжают, никуда не переезжают, не насмотря на что. Все будут приходить и смотреть, и дети, и взрослые, и маленькие. Побольше быть таких собак, вот как приходил дружок, чтобы охраняли, помогали. Над скульптурой художник работал почти год. Горожане шутят, что бронзовый дружок на набережной теперь охраняет весь город. Для жителей Благовещенска это не просто памятник преданности и дружбе, а символ единения и общей победы над последствиями стихии и любыми бедами. Муниса Усманова, Руслан Бекбулатов, Первый канал.